Валерия Белоус К артистам Приморской Маринки присоединятся солисты камерного хора. Для зрителей исполнят произведение, посвященное памяти Александра Сергеевича. Стоимость билета в 350 рублей. А на сцене Приморской краевой филармонии прозвучат композиции великих мастеров Чайковского и Шестаковича. Программу из нескольких симфоний подготовил Тихоокеанский симфонический оркестр. Приморская картинная галерея Приморского театра в субботу пройдет творческая встреча с Владимиром Галозиным, одним из ведущих драматических теноров мира, кто обладает великолепным голосом и огромным артистическим дарованием. Начало в 15.00. Благотворительный концерт ожидается 11 февраля в Краевом доме молодежи. Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с детской онкологией. Стоимость билета в 300 рублей. Все вырученные средства будут пожертвованы на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями. Автомобилистов Владивостока приглашают на флешмоб «Автосердце-2017», который состоится в эту субботу на прим-ринге. Организаторы обещают собрать самые разные авто всех марок и цветов в форме «Большого сердца», которое зажжется десятками габаритных огней вечером 11 февраля. Начало в 16.00. Заявку на участие может отправить любой автолюбитель. Еще во Владивостоке пройдет вечер вальса в концертном зале Краевой филармонии. Посмотреть на завораживающие танцы можно 11 февраля в 18.30 вечера. Билет 400 рублей. Евангелическая лютеранская церковь Святого Павла приглашает горожан 11 и 12 февраля на музыкальные вечера «Орган плюс». Для всех гостей сыграет молодежный ансамбль виртуозов «Концертина». Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А на приморской сцене Мариинского театра «Воскресный вечер» состоится премьера оперы «Игрок» в главной партии Владимира Галузин. Согласно краткому содержанию, действие происходит в вымышленном европейском городе Рулетенбурге, где встречаются герои оперы. Алексей путешествует вместе с семейством русского генерала в качестве домашнего учителя и его детей. Генерал обременен долгами и надеется только на богатое наследство от умирающей бабушки. Алексей – заядлый игрок, он влюблен в Полину, падчерицу генерала. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова